Привет, уважаемые пчеловоды из Украины и не только из Украины! Продолжаем прямую трансляцию с Конгресса Всемирного по пчеловодству Apimondia 2019 в канадском городе Монреаль. Специально снимаем для канала Ивана Фабро, только здесь вы сможете увидеть ряд эксклюзивных видео с этого Конгресса, где мы рассказываем, что здесь происходило, чтобы вы ощутили эффект полного присутствия. Подписывайтесь на канал и буду вам счастье. Ладно, поехали. Это стенд компании, которая с 1968 года производит одежду для пчеловодов. Здесь на стенде мы видели даже книгу их основателя, которую они выпустили и рассказывают, какие были у них этап развития компании. Ну, короче говоря, очень интересно, качественная одежда. Это, не знаю, либо Америка, либо Англия. Крутые ребята, качественные делают вещи, но, конечно, очень недешевые. Дальше, компания Begifts. Это англичане, они производят громадный ассортимент различных сувениров пчелиных. Вот я вам сейчас покажу. Здесь бринки, какие-то салфеточки, книги, большое количество бижутерии пчелиной, просто громадное. Всякие брошки с пчелами. Эти, как они, сережки, кулончики. Разные, 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 разные. Сюда с деньгами пчеловодам, фанатам лучше не подходить, придется все купить. Ну, цены, конечно, недешевые. Ложка даже есть с пчелами. Круто. Печати вот такие. Не знаю, зачем они нужны. Печати, подставки, подсвечники, полотенца с пчелами, фартушки с пчелами, кружки с пчелами, разные. Дальше фартушки для волос, завязки с пчелами. Что это? Я не знаю, что это такое. Тоже полотенца какие-то. Еще кружки с пчелами, ложки, кошельки, сумочки с пчелами, футболки. Нет, это свитер. Свитер. Тут еще были у них футболки, подушки, шарфы, бейсболки. Короче, просто жесть. Так, идем дальше. Компания Healthy Beast, которая торгует огромный, очень представительный стенд, который торгует препаратами для здоровья пчел. Apiari Manager и Apiari Extraction. Это компании, которые производят, судя по всему, ульи и оборудование для откачки меда и для фасовки меда. И этого оборудования здесь сразу представлены. Так, идем дальше. Компания Paradis Honey, финны. Это очень серьезная компания. Они производят пенопластовые ульи. Красивый, шикарный стенд у них. С баннерами, на которых они показывают, как эти ульи используются. Механизмы, медоносная отбора, фото-басик. Качественное оборудование, но, конечно, приличные деньги стоят. Смотрите, какая классная футбола с пчелами. Так, вот это их оборудование по откачке меда. На экране они сразу показывают, как работают их линии по откачке меда на крупных промышленных пасеках. Как происходит откачка меда. Вот, и здесь рядом стоят непосредственно эти линии. Кстати, если я не ошибаюсь, недавно на выставку Харьковскую тоже приезжали. Эти ребята привозили свою линию. Украинские пчеловоды могли своими глазами посмотреть, пощупать все это оборудование, как оно работает. Оборудование очень высококачественное, но, конечно, дорогое. Дальше. Компания Апимея. Они производят пластиковые ульи и все комплектующие ульем из пластика. То есть, это и корпуса, и крыши, и донья, и рамки, и разделители, литковые приставки, литковые заградители. Да, вот тут нам показывают. Здесь даже рамочки пластиковые. Короче, все из пластика. Как это пчелы осваивают, не могу сказать, не знаю. Но делайте выводы сами. Вот нам показывают, что есть, я не знаю, что это такое. Это дно, наверное, да, да. А, это донный пыльцесборник. Для бейболин, да? Да, для бейболин. Да, это донный пыльцесборник. Нам показывают лоток, из которого они его достают. Да, вот пчелы проходят через дырочки, и пыльца туда ссыпается. Прикольно. Спасибо большое. Спасибо. Так, идем дальше. Пластиковые ульи. На них даже печати фирменные стоят. Вот так это выглядит. И емкости для меда тоже пластиковые, с пластиковыми кранами. Идем дальше. Так, это компания Лего итальянская, которая производит большое количество оборудования различного, высококачественного для откачки меда, для перетопки воска. Ну, то есть все, что нужно на мелкой, средней, крупной, промышленной, полупромышленной пасеке. Вот, и здесь тоже у них большой стенд в фирменных красных цветах. Они это все показывают и представляют. Дальше идем. Хиоэктив. Хайфэктив, наверное, правильно, компания, которая продает, вот у них большой стенд такой, они продают, судя по всему, препараты для стимуляции и для лечения пчел. Вот, у них вот такая большая банка, похожая, ну, это, наверное, увеличенная копия их банки с основным препаратом. Вот, и на экране они показывают, как работают у них пчелы. Какой-то специалист рассказывает о качестве их препарата, что там с пчелами происходит. Короче, презентация их компании, продуктов их компании. Идем дальше. Компания BeVital, которая продает товары для, ну, название само за себя говорит, это товары для лечения пчел. Препараты для лечения пчел. Вот так это выглядит. Вот и консультант сейчас рассказывает конкретно, чем они занимаются. Такую прекрасную наклейку мне подарили. Идем дальше. Компания Корпо. Эти ребята производят различные продукты из меда, мед и подарочные наборы на основе меда. Большой, красивый стенд. Просыпана пыльца. Между баночками с медом и супер-фудами с медом. Конфетки фирменные. Брелки. Вот такой стенд. Идем дальше. Компания 3B SRL. Производит какое-то оборудование для пульев. Не знаю, что это за оборудование, не могу вам сказать. Ну, какое-то оборудование, которое используется в ульях, возможно, для какой-то диагностики. И вот так выглядит это оборудование. Стенд знаменитой компании Flow. Это улей Flow, который для откачки меда, из которого не требуется ни медогонки, ни рамки, ни ващина. То есть полностью все происходит внутри улья, пластиковые рамки специальной конструкции, в которые потом вставляется трубочка, и мед самотеком из них вытекает. Да, удивительная, конечно, технология. Но почему-то, насколько я знаю, возможно, из-за дороговизны она не приобрела массового распространения. Но выглядит это все, конечно, очень впечатляюще. Вот эти рамки показаны крупным планом, из которых потом мед вытекает в ульи. Представители компании на стенде, естественно, рассказывают о том, как работает эта конструкция, и как ее можно использовать. Кроме того, баннера висят, на которых показано, как эти рамки работают, разбираются, как на них пчелы работают, и как из них потом мед вытекает. Идем дальше. Компания TechLambProt, которая производит улья, рамки, нуклеусы, приставки и какие-то рамки, я не знаю, это, наверное, вот рамки с проволокой у них стоят, и какие-то рамки с поилками или кормушками, или что-то. Не буду гадать, делайте выводы сами, я вам показываю. Компания Kerasel Beast4Life представляет оборудование для откачки меда, и предлагают свои меда в большом ассортименте. Дальше, стенд компании Apedis, которая показывает огромный ассортимент меда, показывает, как они его могут продавать в бочках, в ведрах, с какой медоносной флоры собраны их меда. В инфографике все это показано. Какие баночки розничного меда, конфеты с медом, тара различная, подарочные наборы. Добрый день. Добрый день. Вы говорите по-русски? Нет, по-польски. По-польски? Откуда вы, ваша компания? Из Польши вы? Компания польская? Нет, французская. Вот так это все выглядит. Покажу вам поближе. Очень красиво представительно, конечно, выглядит. Мед и продукты пчеловодства. Цветочная польса в баночке. Конфеты. Различные конфеты. На основе меда и продуктов пчеловодства. Хлеб, добавки для продуктов. Хлеб на основе. Меда. Все это сделано на основе меда. Вот. И здесь компания Брукер, которая... На стенде которой вот такая прекрасная промо-пчела. Меда, неофроамериканцы уже фотографируются, конечно. Я тоже хочу с ней сфотографироваться. Вот. И они занимаются системами диагностики для пчелиной семьи. Для по всему какими-то... Идем дальше. Это стенд индийской компании. Очень крупные промышленные пчеловоды, которые имеют... Если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, но около 10 тысяч пчелосемей. Огромная промышленная басека. Они ездят по всем апимониам. И вот так выглядит их продолис и все их продукты пчеловодства. Очень красивый стенд. Привлекательный. Специально они рассеивали пыльцу по ним. Чтобы было видно. Вот. Они говорят, покажите, пожалуйста, наше название. Little Bee Impacts. Они называются. Вот этот пчеловод с бородой. Да. Вот меня приглашают посмотреть на их продукцию, продукцию, как она выглядит на стенде. Баночки с медом. Немного потекшие типы. Баночки с медом. Видит марш. Вот с орехами. Мед с орехами. С миндалем. Маленькие баночки. Да, вот маленькие баночки. Так выглядит тоже с миндалем. С акациевым медом. Да, это крутые ребята. Это пчеловоды самого высокого уровня. Показывают свои награды, где они были, в каких странах, и какие награды выигрывали. Идем дальше. Стенд канадской компании, которая производит оборудование. Вот, кормят людей с всякими вкусняшками. И рассказывают о своем пчеловодстве. Показывают ульи. Показывают ульи с круглыми рамками. В Турции мы много таких видели. Медогонки. Медогонки пластиковые. Как вам такое? Пластиковая медогонка. Тоже красивый стенд компании Сиван. Есть. Идем дальше. Happy Beast Be Keeping Equipment. Компания, которая занимается изготовлением пластиковых и пенополистирольных ульев. В основном пластиковых, я так понимаю. Кроме того, они делают литковые приставки, пластиковые рамки, разделительные решетки, донья, крышки. Все, что касается ульев, так или иначе. Вот так выглядит зона отдыха. Здесь сидят пчеловоды и гости мероприятия. Отдыхают и общаются. Дальше. Компания Benko. Тоже серьезное, классное оборудование они производят. Медогонки в основном. В основном медогонки. Мы этого парня видели еще, это представитель этой компании, мы его видели еще в Украине. Hello! Вот, на Апимонии в Киеве. Есть и несколько вот таких приспособлений для наклеивания этикеток на банке. Также они предлагают свою сувенирку, блокноты, ручки. Идем дальше. Апимон Бекипин. Это компания, которая занимается изготовлением конфет и спреев на основе прополиса. Вот эти спреи стоят. А вот эти конфеты. Бинерал. Вот. И половину, вторую половину стенда занимает компания 7X Group, которая производит также пластиковые изделия для ульев. Идем дальше. Вот этот замечательный красивый стенд принадлежит Соскочеванскому обществу пчеловодов. Это канадская провинция, в которой много промышленных пчеловодов. Вот. И они показывают, судя по всему, свой главный медонос рапс. Идем дальше. Индийский стенд. Представители индийской компании. Образцов продукции мало. Я вам сейчас их покажу, но их мало. В основном это баннеры, на которых показано, как ведется пчеловодство, какие продукты пчеловодства они производят, какие у них есть достижения, каким стандартам соответствует их продукция, как выглядит их предприятие. вот так выглядит их продукция в коробочках. Наверное, стиковый мед, но в коробочках. В баночке на них написано органик мед. Видно, органическая сертификация у них есть. Идем дальше. X-NOX. Это компания, которая производит линии по откачке меда. Небольшие. Ну, скажем так, полупромышленные. Да, но выглядит это все, конечно, очень красиво. Сделано, судя по всему, очень качественно. Вот такая небольшая линия, на которой все это дело откачивается. Сейчас устроена маленькая презентация, показывает, как работает это оборудование. Дальше. Очень интересный стенд литовской компании Велара. Мы сами пользуемся оборудованием этой компании. Вот такая промышленная линия у нас по чистке перги. Скупаем пчеловодные соты, перерабатываем и на такой линии очищаем пергу на ней. Это серьезные ребята. Они действительно профессионалы. Возможно, лучшие в мире, кто делает оборудование для чистки перги из пчелиных сотов. Вот они на своем экране, на стенде показывают как перга чистится, как потом она просеивается, какая она получается, разные фракции. Полностью весь технологический процесс получения и очистки перги из пчеловодных сотов. Дальше. Компания Прополия. Как я люблю такие компании, которые занимаются изготовлением продуктов пчеловодства красивых сертифицированных по последнему условию техники. Они производят разные спреи, капсулы с маточным молочком, это прополис, цветочная пыльца, конфетки на основе прополиса, лечебные для горла, какие-то мази на основе прополиса, прополия, называются, вот это что, это спреи какие-то, не знаю, даже это для девушек рай, Мыло. Вот витрина с мылом. Класс, молодцы. Идем дальше. Лавр Ханей. Это турецкие экспортеры меда, судя по всему. Как красиво у них витрина с сувенирами пчелинами. Да, ни одного любителя меда это не оставит равнодушным. Или, я один на это так реагирую. Пчеловодные костюмы ВР-компания производства пчеловодных костюмов. Все гордятся достижениями своими, если им выдают медали. Вот золотая медаль Пимонди за пчеловодный костюм. Супер. И сразу его повесили на костюм. Молодцы. Хэллоу. Молодцы. Судя по всему делают очень качественную пчеловодную одежду. Идем дальше. Компания Инси. производства медагона пчеловодного оборудования профессионального. Кроме медагонок вот у них есть демари, щетки. Идем дальше. в общем я вам покажу как выглядит. Людей немного, но они есть постоянно. Много-немного. Да, много людей. Все-таки много людей. Да, вот, кстати, пчеловцы начали дымить. Задымили свои травы. Молодцы. Компания Beherro. Компания, которая производит какое-то оборудование. Американская компания. Вот такое оборудование производит. И они со своими земляками как раз сейчас о нем спорят. Идем дальше. индийская компания, которая также производит мед. Это выглядит очень красиво. И вот образцы этого меда представлены у них на стенде. Индокан компания называется. Begard. это умные системы для ульев. Которые анализируют различные показатели пчелиной семьи, находящиеся в улье. Умная электроника для ульев. Дальше. Индийская компания, которая предлагает мед. привет. Привет. делаешь? Ха-ха. 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 Вот эти ребята нас тоже медом вчера кормили. это пчеловодная компания. Не пойму, что они делают. Что-то делают. Судя по всему, какое-то пчеловодное оборудование, но образцов мало. Поэтому не могу ничего сказать. препараты для пчел. Производство препаратов для пчел и каких-то кормов для пчел. Дрон микробиал. Дальше. Мексиканская компания по производству меда. Вот как выглядит группная компания, судя по всему, показывает большие объемы меда, свое производство. и разная сорта меда, которые они производят и продают. Вот и здесь их сразу можно попробовать. Ну, туда я пошел. Сейчас я вам покажу с этой стороны. Вот это все выглядит. индийская компания, которая продает мед компания висентин. висентин. Стоят образцы меда тоже различного препараты препараты для лечения пчел от клеща. Это компания из Киргизстана. Дарейтян Шаня. Не за свой мед в этом году выиграли золотую медаль Аппермонди. Молодцы за вот этот белый. Импекс шьют пчеловодные костюмы. О, компания Медок из Украины. Валентина Анатольевна, привет. Вот так выглядит стенд компании Медок, которая производит и продает мед и полный ассортимент продуктов пчеловодства на наш адрес меток.ком Что у нас здесь? Коталог продукции, визитки, газеты, коталог продукции на английском, концентрат. Как выглядит это продукция. Как вы же проехаете по-английски, Валентина Анатольевна, профессионально. Вот так это все выглядит. Минутка рекламы. Поехали дальше. Так, это канадская компания, которая торгует медом и продуктами пчеловодства. У них много разных смесей. Они производят и косметику, и смеси на основе продуктов пчеловодства, сотовый мед, перга, вот вакуумированная перга, бибрид, да, и мы у них такие образцы продукции купили, смеси продуктов пчеловодства, стиков, классное решение, молодцы. Красивая витрина у них деревянная сзади показана. Вот, и тут рядом стоит китайская компания, которая предлагает тоже пчеловодный инвентарь, ну и конечно продукты пчеловодства. Как же без этого? Вот на этом стенде мы еще не были. Бангладеш. Компания из Бангладеша предлагает широкий ассортимент своего мода. Пчеловоды из Бангладеша вот такой идем дальше. На самом деле для того, чтобы всех обойти, не зря Конгресс проходит 4 дня, для того, чтобы обойти все компании, нужно просто громадное количество времени, даже если просто пробежать, это займет полдня. Вот вы видите, какой огромный зал Конгресс пола, и громадное количество компаний. Если с каждым из них поговорить и вникнуть в того, чем они занимаются, и какую продукцию предлагают, то это действительно 2-3 дня только ходить и с каждой компанией нужно общаться. Так, здесь мы еще не были. это общество пчеловодов Альберты, канадская тоже провинция. Очень интересный вкусный стенд, вкусно оформлен, я имею в виду. Даже на ложках пчелы выгравированы, на деревянных, посмотрите. Очень красиво. как как это выглядит вот так выглядит образца их продукции Мед Хоннипак. Какой-то напиток на основе меда. Кульцак, крем-мед, сотовый мед в коробочках, пчелиный воск. Жуют свои же образцы продукции. Молодцы. И у них даже на полу лежит ковер в виде сотов. Класс. Очень красивый маркетинг. Так, Евротек. Это компания, которая производит пластиковые изделия. Так, что это? Кормушки, потолочные кормушки внутри ульевые, изоляторы, да, какие-то. Донья. Судя по всему, литковые. Что-то литковые, заградители, наверное. Пластиковые рамки с пластиковой вощиной, разделители, решетки, ящики картонные с вентиляцией. Класс. Так, Swinty компания. Да, еще одни очень серьезные ребята в мире производства пчеловодного инвентаря. Сейчас мы детально с вами посмотрим, какое оборудование они предлагают. Да, они предлагают декристаллизаторы различные для меда, нейлоновые фильтры с емкостями. Линии по фасовке. Меда. Ульи деревянные предлагают. Какие-то баночки, двухсторонние, с чем-то, с решеткой какой-то, которые можно вот так, наверное, делать и что-то смешивать. Прикольно. Ну, понятное дело, медогонки, костюмы, различные линии для распечатки. Вот такие линии для распечатки. Кстати, смотрите, какое интересное решение. Это вентилятор, с помощью которого можно уменьшать влажность меда. Столей для распечатки. Первый раз такое вижу. Это, наверное, на заметку украинским производителям целоводного инвентаря. Делать этого, конечно, нежелательно. Нужно качать зрелый мед, а не потом его досушивать. Но, наверное, имеет право на существование это оборудование. Вот здесь они сразу показывают, как работать со своим оборудованием. Оборудованием, что нужно делать, как пчеловоды работают. Молодцы, высокий уровень маркетинга. Моторы для их же медогонок, линии по откачке меда. Различные представлены двигатели. Заброса, среди по всему. Еще один шнек. Воскотопки. Прозрачные воскотопки пластиковые. Вот. И на экране они показывают, как работает их оборудование. Снова зона фудкорта небольшая. Идем дальше. Алвейс. Что это? Это какие-то препараты для лечения пчел. Вот так выглядит информационный стенд. Которому можно задать любые вопросы, если что-то непонятно. Это стенд организатора в Афимонде. Нету здесь никого. Хелси Бис. Так выглядит стенд новой компании, которые производят препараты для лечения пчел. Пчел. Да, очень представительно, конечно. Китай. Еще одна китайская компания, которая производит очень большой ассортимент пчеловодного инвентаря. Чего тут только нет. Колпачки, клеточки, разделители, всякие вилки, ножи, стамески, пластиковая овощина. Это просто рай для любого пчеловода. Кормушки, ну конечно, продукты пчеловодства, естественно. Ну и на больших плакатах показаны продукты пчеловодства крупным планом. Так, еще одна китайская компания, которая предлагает также продукты пчеловодства. Огромная вывеска чайна. Предлагают продукты пчеловодства в таблетках. Мед, наверное. Это пыльца. Это конфеты. Это конфеты. О, это конфеты с прополисом. Такие конфеты. Помпо. Дюниан. Очень вкусно. Вкусные конфеты с медом. Витофарма. Ну, само название говорит о том, что это баня, которая производит какое-то оборудование для лечения пчел. Судя по всему, но образцов мало, поэтому... А вот эти препараты. Какое-то оборудование, я не знаю. Очень реченько. Компания B-Made. Также занимается производством пчеловодного инвентаря и тоже мед. Они производят... Компания Lego из Италии. Производство оборудования для пчеловодства. Маленьких линий по откачке меда. О, какое-то космическое приспособление. Я не знаю даже, для чего это. Что-то для откачки меда, судя по всему. Но как это работает, мне не ясно. Медагонки. Линии по откачке. Так, уважаемые пчеловоды, идем дальше. Показываю вам стенд компании B-Vital. Ну, название говорит само за себя. Они производят различные препараты для лечения пчелиных семей. Так, идем дальше. Дальше стенд компании B-Sational, наверное. Что они делают? Они производят подарочные наборы меда. Вот так это все красиво выглядит. Вот. Девушка на стене что-то рассказывает. Идем дальше. Royal B-Sational. Так. Это компания болгарская, которая предлагает большой ассортимент различных продуктов пчеловодства. Хочу обратить ваше внимание, очень красивый мед с цветками розы. Продается. Вот такой классный, красивый у них стенд. Так, это компания Аквилогер, которая занимается различными добавками для пчел. Судя по всему, это канди на основе меда, сахарного сиропа, сахарной пудры. Вот так это выглядит. Hello. Дальше. Что это за компания? Hello. Prairie Imports LLC. Это системы анализа меда, наверное. Наверное. Какое-то устройство. Не могу точно сказать. Придем сюда с переводчиком. Будем с ними говорить. Belgosuk. Так. Это компания тоже, которая занимается различными добавками для пчел. Канди на основе сахарного сиропа, с сахарной пудрой. Вот сироп непосредственно готовый, баклажка в пакетах, с медом. Ну, фактически наши канди красиво упакованные. И на основе разных продуктов сделаны. Компания Аписафе. Она, кстати, была представлена в Киеве. Еще когда в Киеве Папимондио проходила. У них шикарные футболки были с пчелами. Вот они делают различные перчатки, костюмы. Крутой маркетинг у них. Вот. На заметку украинским производителям одежды смотрите, какой шикарный пчеловодный костюм. Это просто дискотеку в нем можно устраивать. Круто, молодцы. Идем дальше. Уже красивый стенд. Какая-то пчеловодная компания. Не могу сказать, чем они занимаются. Непонятно. Есть около 100 hoteles в this city. Из высоких классов до очень дешево. Многие в далеком стежке от Congressа. Россия и Башкортостан Республика с ее целью capitalом Уфа станут готовы и рады чтобы представить Компания Аписафе и Аписафе в 2021 году. Великобритании 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 Спасибо. Москва. Посмотри. Убирай тебя. Что там было написано? Хорошо. Мы не имеем вторую церковь. 18 голосов были не правы. Так что они поставили их. Так что результаты были... Этиопия, 53 голоса. И Чили, 66 голоса. Этиопия, 33 голоса. Великолепный голос. Великолепный голос. Великолепный голос. Играет музыка. Единственныйhouй огонь. manufacturing. Великолепно. Т colеч Tina вятое. Советую скопу. Советую скопу yarщину. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Через 14 голос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok